я тут немного в охотничьем режиме нахожусь моя добыча это старинные итальянские монстры я маленький они большие у них много достижений они много построили много нарисовали я немного немного построил немного нарисовал и я думаю как их силу взять себе мозг и в руки то что они могли и сегодня моя охота за великим и ужасным джованни батиста пиранези я возьму один его небольшой маленький эскиз и буду разбирать для себя если интересно тоже разбираться чтобы ваша техника рисунка была отличной от того что дает этот странный современный мир бесполезный и дешевый тоже давайте смотрите вливайтесь и тоже со мной анализируйте вот эту радость сегодня рассматриваю это небольшая его зарисовка это конечно не его огромные монстры дальние произведения но ловить его технику я думаю может быть лучше на простых ха 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 на простых нифига себе простой на простых зарисовках что он делал как он делал почему на это ты так делал я сначала покажу вам все вот эти вот детальки с первого взгляда вроде ничего особенного но сделать также кто может кто 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 ну вот наверное не я хотя я очень стараюсь хотя в принципе смотрю так особо ничего сложного нету и немножко поднапрячься и я тоже могу и моя трудность заключается скорее не в художественном выражении всего этого в том что он проектировал он проектировал он архитектор и он это пространство это не просто зарисовал не ради зарисовки а для того чтобы создать идею проекта чтобы показать его ну другим людям может быть клиенты может быть он что или он отрабатывал эти навыки ну вот я смотрю и немножко поражаюсь насколько это все совершенный тип мышления абсолютно совершенный абсолютно геометричный абсолютно пространственно прекрасный тип мышления я хочу себе тоже очень свободный и живой то есть у него есть абсолютная геометричность абсолютная точность но абсолютно никакого аккуратизма смотрите он позволяет себе все что угодно он делает это легко воздушно экспрессивно и свободно и даже в рио поможет вообще без проблем кто хочет такой легкости в рисунке а пишите в комментах что думаете через что вы можете добиться такой легкости я вот через практику потому что например вот я думаю для того чтобы рисунок стал легким экспрессивным мне нужно чтобы он оптимизировался внутри но это просто прям практичная история если мне нужно нарисовать очень много то я буду оптимизировать мозг будет оптимизировать рука будет оптимизировать и от этого никуда не уйдешь если мне нужно сделать один рисунок я буду прямо запариваться если нужно за то же время сделать 100 рисунков я буду оптимизировать это очень сильно и как и вот для себя я нашел этот метод он хорошо работает то есть ты должен работать больше чем ты можешь сделать у тебя есть часто должен с него сделать столько сколько ты сделал бы например за пять часов ну просто заставить или перевернуть переверачиваешь и мозг начинает работать в другом режиме и рука начинает работать в другом режиме и ты некоторые вещи скрадываешь некоторые делаешь не превосходно но в конце концов твой мозг тянет к тому чтобы делать превосходно а если ты посмотрел на то как люди делали превосходно и И делаешь свою деятельность примерно в том же самом режиме, то оптимизация происходит не в убожество, а в красоту. Потому что мозг знает, куда идти. Потому что он видел уже то, что делал в Пиранезе. И он видел, как можно оптимизировать эстетично, великолепно, живо, легко, свободно. Вот так можно. Пройдемся по инструментам. Ну, допустим, вы понимаете, вот это вам интересно. Это архитектура. Это архитектурный эскиз, рисунок, проект. Вот он думал, мы делаем такую идею, такую пространственную идею. И ее построят. Но на самом деле построил-то он мало. Но он такой сделал совершенно невероятный переворот в графике, в архитектурной графике. Что я даже не знаю, кто может быть круче, чем Пиранезе во всех вот этих вот достижениях. И инструмент ПБН. Смотрите. Это русское перо-звездочка. Вот. Он тоже делал свои наброски пером. И там тоже были апорты. То есть, ну, перо, игла, карандаш. Вот все вот эти инструменты. Но если мы посмотрим вот на этот рисунок. Ну, я тут просто явно вижу вот эти вот характерные штрихи пера. Утолщающиеся, утончающиеся линии. Вот здесь он берет и небольшим нажимом, просто нажимом этого инструмента делают акцент. Потому что в это мгновение, вот в этом месте им нужен акцент. То же самое он делает вот здесь. Делает тенюшку просто нажатием. Он рисует вот эту линию. Чуть-чуть нажимает. И у него есть тень необходимый ему. Вот здесь он делает акцент и тем, что чуть-чуть поднажал, поднажал, поднажал. Линерин так не могут. Маркеры так не могут. Кисть не может дать такой точной тонкой линии. Ничего не может сделать вот эту вот историю круче, чем перо. Ну, а перо-звездочка это, на мой взгляд, лучшее перо для практики такого рисунка. А почему перо-звездочка? Ну, я, в общем, русский. Хоть я много практикую в Италии, в архитектурно-пейзажной студии Габриэля Филиппини у Лиги Москвиной. Но огромную часть времени я все-таки присутствую в России. И вот этот вот инструментарий, который я нашел для себя, вот нашей традиции, вот это перо просто великолепно. Если бы я постоянно жил в Италии, я бы, наверное, использовал какие-то итальянские перья. Но, вот я скажу, у меня есть хорошая знакомая, которая учится в университете на юге Италии, Федерико. Федерико это итальянка, она блондинка, она классная, она супер классная. И она тоже рисует. И у них ставят руку на старинные графики тоже. Не знаю там, какое у них направление этого всего, но я вижу по Инстаграму, что она довольно много рисует. И я как-то иду в магазин и делаю сторис в Инстаграм. Как я покупаю перо, звездочка, оно характерное. И делаю фотографию, тык-тык, и выкладываю сторис. И она такая пишет, о, браво, браво. Типа, у нас в университете вот эти ваши русские перья звездочка тоже используют. Вот я, как, как, у вас там такая своя огромная история. Я же вот пытаюсь догнать вот эту школу. А они используют вот эти перья. Балдеж, да? Ну, вот русский перо превосходно. Звездочка превосходна. Я не могу сказать, что огромное количество перьев, которые продаются у нас в магазинах, они хороши. Я делаю эксперимент. Вот я приходил в магазин и скупал все перья. Ну, это легко, потому что они супербюджетные. Там сколько? 50 рублей, 30 рублей, там 70 рублей, 120 рублей. И все в корзину. Ничего не сравнится с звездочкой. То есть я настолько привык к тому безумному, потрясающему уровню, который она дает, что просто я требую это и от остальных. Остальные не справляются. Ну, немножко похоже. Может делать японская зебра. Зебра, кажется. Зебра, что-то там, не помню. Но она слишком мягкая. Вот это, оно чертежное. И в то же время оно гибкое. И для моей техники рисунка идеально. Если вам подходит, как я рисую, используйте перо-звездочкой. Не мучайтесь. Не мучайтесь. Невозможно сделать вот эту экспрессию, легкость, балдеж, кайп, который сделан на пером. Повторите ее линером. Можно набрать декоративность. Можно набрать там всякой другой ерундой. Если вы хотите почему-то оптимизировать эту технику под современные инструменты, я тоже так делаю. Я расскажу. Ну, то есть, может, отдельное видео сделаю. Каким образом это все переходит в современные инструменты. Но если вы хотите, чтобы у вас в руке и в голове была вот эта вот эстетика, про которую мы говорим, то через вот это, мимо вот этого пройти невозможно. Иначе просто ничего не получится. То есть, вы будете делать фейк. Фейк. Ну, такой плюс-минус копии. Но кто в материале просто будет понимать, что это, ну, это вообще типа не то. Хотя все это довольно нерешливо выглядит. Но насколько же это все прекрасно. Так вот. И будем разбираться. То есть, вот это перо. Рисование пером. Что это за бумага? Я, честно говоря, сказать не могу. Ну, какая-то, видимо, прям сильно натуральная. Потому что оттенок такой сепии. Немножко розовый. Вот он. Я, ну, такая немножко грязноватая. Как, собственно, надлежит быть, выглядеть древние бумажки. Ценный и крутой. Ну, также по материалам, инструментам и технике нужно вот такую вот штучку сказать. Есть очерченные линии, моменты. Есть светлые моменты. Есть затемненные моменты. Как это все происходит. Каким образом. Насколько знаю, там они рисовали, может быть, ну, есть разные варианты. Я не знаю, как это делал Пиранези. Но я смотрю и перекидываю на там свои особенности. Я знаю, что, например, можно рисовать сначала пером, а потом кистью наносить тон. Это такая полуакварельная история. Но у меня, например, она оптимизировалась до такой штуки. Я беру перо или, например, перейваю ручку автоматическую. А потом использую водную кисть. Это такая кисть, где у меня тут есть. Интересно. Под рукой. Сейчас посмотрю. Под рукой нету. Но это такая кисть пластиковая, в которую набирается вода. В ручку сюда набирается вода. Вот здесь кисть. И она рисует водой. Ну, то есть, по сути, вы можете водой размывать те чернила. Естественно, чернила должны быть водорастворимы, которыми вы рисуете. И в итоге рисуете линейный рисунок, вот как у Пиранези. А потом размываете линией водой, и получается тон. Вот как у него и сделано. То есть, я в своих архитектурно-пейзажных набросках вот этот стиль использую с водной кистью. Наверное, было бы круче брать отдельную кисточку и использовать классичную технику. Скорее всего, так было бы лучше. Для того, чтобы получить изображение. Но у меня, большей частью, это все или зарисовки на бегу, когда я путешествую, я прибежал куда-то, есть у меня немножко времени, я должен сделать максимум результата. И у меня должен быть минимум инструмент. Поэтому более длинную, более замороченную историю я для себя, в принципе-то, особо не рассматривал. Но если вы, например, обладаете вот этим ресурсом, можете посидеть, порисовать отдельно и потратить на это больше времени ресурсов, то почему бы не попробовать отдельной кисточкой проходиться по вот этой уже нарисованной линии пера. Ладно, это окей. Посмотрим дальше. Смотрите, это очень весело. У меня на канале много видео по одноточечной перспективе. И они более простые, чем то, что делает Пиранези. Но то, что делает Пиранези, это тоже одноточечная перспектива. Вот линия горизонта. Вот сюда идут точки схода. Смотрите, даже вот эти вот направляющие линии остались примерно прочерчены. Ну, соответственно, вся вот эта вот история от вот этих линий до вот этих все собирается в единую точку схода. Вот она. Вот она. И она. На что же она спозиционирована? Видимо, отсюда уточнили. Вот это место. Вот здесь. На базу вот этой колонны. Не понимаю, почему. Ну, почему-то он это делает. Ну, в общем-то, чтобы грамотно простроить вот эту вот историю, можно взять одноточную перспективу. У меня посмотреть уроки по ней и радостно нарисовать. Ну, и еще плюс миллион деталей. По композиции очень прикольно. Смотрите, вся эта история, она вписана в овал. И темной является вот эта вот область. это вот это вот пространство, которое он спроектировал. А светлый, большой кусок неба и небольшой кусок площади. То есть, если брать и разбираться с тем, как он строит композицию, отвлеченную от всей этой архитектурной истории, то смотрите, вот пятно. Вот пятно. Я его описываю. Вот оно. И вот пятно. И вот это вот пятно, оно переходит светом сюда, на лестницу. Такая штука, такое понимание, оно во многом позволяет, даже не умея рисовать очень изощренно технически, получать привлекательный результат на листе. То есть, это вытаскивает, если вы не смогли еще уложиться в разные технические ухищрения, наработку руки. Но если вы сделали большие массы, массы, это, например, масса света, масса тени, масса света, как у него здесь, привлекательно, с хорошим ритмом, с хорошим взаимопроникновением друг друга, с хорошей структурой, если вы описали вот эти вот контуры, которые дают, ну, нарисование снатурный, например, трудно их придумать из главы, но вот в пиранезе может. То это первый взгляд на вашу картину, на вашу картинку, дает впечатление, что это, это симпатично. Потом, потом, если вы вот эту вот задачу закрыли, то потом можно детализировать. Можно идти наоборот, можно идти разными вариантами, одно первое, другое. Смысл в том, что вот это один из базовых моментов, которые нужно ловить. И я, например, постоянно стараюсь это делать. То есть, вот эти вот композиции из света, из пятен света и пятен заполненных рисунком или тоном. Это архитектурный, проектный рисунок. И тут все связано на вертикалях. Какой происходит ритм вот этих вертикальных колонн. Вот эти вот пятна, эти просто пятна, он делает эстетику. Вот здесь мы видим сбоку развивающуюся историю с лестницей и колоннами. Вот здесь тоже вот этот вот ритм светлый. Вот здесь светлый ритм. Вот здесь более темный ритм. И вот здесь интенсивный ритм набросков для скульптур. То есть, глазу всегда интересно. Рассматриваю я вот эту часть. У него есть на что опереться. И почему идти и вправо, и влево. Рассматриваю я вот эти вот части. Тоже взгляду есть на что опереться. Вот здесь это придает интенсивные впечатления, перспективы. Но одноточные перспективы вы уже поняли. И вот здесь идея скульптур переходит в белую область. И вот здесь. И вот здесь. То есть, есть наша общая композиция. Белые пятна входят в нее, например, здесь, между колонн. Вот они. здесь белые пятна входят сюда через лестницу и через вот это вот пятно. И темные пятна входят в белые пятна через вот эту вот историю с скульптурными композициями. И вот здесь он делал что-то. Я не понимаю, что ритмы потрясающая штука. Если научиться с ними обращаться, то можно простой, довольно простой набросок. Ну, как вы видите, например, у меня в скетчбуках ничего сложного не нарисовано. Вот откуда я взял вот эту фишку? Потому что я видел, что вот они, итальянцы, великие монстры древности, они так могут. Я думаю, да, я буду перенимать это. И перенял, как бы работает. Это работает. И вот состоит из разных факторов. Сейчас анализирую очередной раз и делюсь с вами. Ритмы это супер классная штука. Используйте ритмы, это очень сильно помогает. Крутая тема у него также с акцентами. То есть, я смотрю на общую композицию этой картины и думаю, он теневыми областями подчеркивает углы вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Тоже должны быть углы. Смотрите, что он делает. Он грубо подчеркивает вот эти элементы. Он подчеркнул их формой. То есть, вот эти вот истории, они переходят из проектной истории в рисовальную историю. Когда он делает проект, он акцентирует этот угол скульптурой. вот здесь тоже, как я понимаю, скульптура же. Да. Это Леп, наверное, или человек, или конь, или гентавр. И вот здесь. Это проектная история. А в рисунке вольной истории, он акцентирует тем, что болотом интервенты нервно так давя-давя-давя-давя-давя-давя-давя-давя-н. С нажимом рисует. Ну, соответственно, тут нажим, тут нажим, тут нажим. Вот это вот я все понимаю. Вот это я все более-менее использую. Это все нормальная рабочая история. и для себя использую это не только в пространстве самого рисунка, но и в развороте, например, скетчбука. В скетчбуке может быть несколько рисунков, и эти рисунки они сами являются вот этими вот акцентами. И в них важные элементы нужно тоже акцентировать. И получаются такие прям аккорды акцентов. Такие, как будто ты берешь и т-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д делаешь музыку симпатичную музыку архитектуры или пейзажа проектную музыку. Ну, в принципе, про негативное и позитивное пространство я уже говорил. Позитивное пространство это вот эти светлые области негативные это заполненные темные области и каким образом они работают еще между собой посмотрите еще раз то есть можно начиная эскиз делать примерный ориентировочный контур как вот здесь вот это вот если вы рисуете с натур если вы проектируете это конечно совершенно другая история но если вы срисовываетесь или симпатичном виде где-нибудь время когда мы можем уже сесть время я думаю когда вся эта история станет путешественнической наконец вот этот вот контур сняли вот этот контур сняли и начинайте внутри разбираться что там происходит ну естественно там с учетом перспективы это все такие большие большие темы которые присутствуют в рисунке в таком типе наброска и вот когда вы поработали с этими линиями разделениями пространства на светлые темные позитивные негативные поняли перспективу там сделали всякие вот эти вот истории и все равно может быть не привлекательно меня часто это происходит привлекательность дико элементарные просто приносит обобщенный тени образования и тень тоже может быть частью ритма вот есть вертикали например колон и они сами по себе форма но если они действуют как одна часть колонны освещенная другая затемненная тем более темное пространство между ними то это повышает интенсивность вот этого ряда колонн и повышается интенсивная такая декоративность вашего рисунка то есть работать с рисунком можно слоями сначала придумали в идею потом принесли туда простое разбиение на светлое и темное вот это вот поняли простой композиционное оформление вашего скетча потом например откорректировали большими тенями и тени тени можно обобщать тенями можно усложнять разбивку на ну вот этот вот общий рисунок композиции и тени помогают скрывать не очень хорошо прорисованный элемент или вообще не прорисовывать элементы которые просто нафиг не нужны вы например сконцентрировались на совершенно других моментах не очень симпатично он тут работает еще с воздушной перспективой то есть вот здесь тени более интенсивные вот они прям бьют потому что это ближе к нам он там меньше разнос между светом и тенью потому что это дальше от нас вот здесь он просто линии выражает вот здесь он делает акцент очень условно рисует человечка делают stories колонны здесь очень легко относится к идеям скульптуры потому что для него важно вот это вот большая история а скульптурная история для него только ряд ритмов и от акцентов ну нет наверное что для него больше это настолько насколько я могу понять насколько я могу сочетать его балдежный эскиз в общем такой разбор для меня для практики моей вот так вот разбирать это супер полезно я думаю если ваше эстетическое понимание рисование она коррелирует с моим из старинной итальянской истории то для вас это наверно тоже может быть полезно но это все полезно только если вы проводите все через интенсивную практику у меня по приближенному этому типу рисования есть свои уроки на сервисе бусте ну вообще мой канал он во многом посвящен такому типу рисования и основан на рисовании пером и это все ландшафтная архитектурная графика все проектные истории ну и декоративные и рисование путешествиях это все вот такая вот тема по нему огромное количество бесплатных уроков бесплатные смотрите внизу в описании к видео там плейлисты открывайте плейлист и смотрите смотрите повторяете если нужно четенько простыми ясными действиями делая раз два три 4 5 получишь вот это то используйте мой платный сервис бусте там подписка месячные 400 рублей мод или используйте и продвинетесь возьмите мой опыт намного быстрее чем через бесплатные уроки что в общем-то логично и естественно поэтому подписывайтесь на бусте практикуйте смотрите на великих монстров это был великий ужасный джакомо батиста пиранетти а я еще буду я думаю ну короче мне понравилось я буду так разбирать я думаю будет полезно ну и будет понятно откуда растут ноги того стиля который я и преподаю и ну показываю свои рабочие практики все видели мои скетчбуки огромное количество рисунков ну как бы это вот все работает это можно учиться я конечно не такой как пронизи намного проще поэтому и вам проще то есть научиться то проще через вот такой фильтр а фильтр у меня из потому что все это у меня проектная история не художественная история в общем вот надеюсь понятно объясню всем хорошего дня и хорошей практики берите переходите по ссылкам включайтесь чего ждать ничего ждать нужно фигачить потому что у нас есть только сегодня всем пока меня зовут эдвард кичигин чел-чел